Шойгу отменил в армии портянки. В Минобороны гадают, как скоро разоряться на солдатских носках. В Северной Корее женщинам запретили ездить на велосипеде. Это противоречит нормам социалистической морали. Отечественным коммунистам остается лишь ностальгически вздыхать. Федеральные СМИ продолжают войну за зрителя. В рукопашной скрестнулись редакторы Первого канала и Россия-1. Дамы от двух каналов подрались из-за одного гостя. А в Туле все силы брошены на борьбу с Геннадием. Так прозвали снегопад, который за одну ночь сделал Тулу медленной и громко ругающейся. Таким Макаром дожили до субботы. Всем здравствуйте. Дело Дудки и Волкова на этой неделе наконец дошло до суда. Шло долго полтора года. Бывшего губернатора и бывшего главу земельного департамента Тулики стали забывать. Цифры взятки в 40 миллионов уже не звучат на каждом углу. 15 января в областном суде состоялись слушания. Обвиняемые, как говорится, вышли в свет. Они готовились, разучивали пируэты. Вот только бал оказался по другому адресу. Суд пришел. Тема этой недели. Суд отклонил ходатайство обвиняемых о суде присяжных. Напомним, сначала Волков, а потом и Дудка настаивали на том, чтобы их дела рассматривали именно так. Решение о виновности или невиновности должны были принимать 12 случайно избранных граждан. Однако дело передали в советский районный суд. Здесь присяжные не предусмотрены. Решение будет принимать судья единолично. Отказ в присяжных заседателях, судя по всему, добавил седых волос в бороду Дудки. Атрибут нового имиджа бывшего губернатора. К тому же его адвокат Жеребенков не стал беречь психику подзащитного и после слушаний трагично заявил, у нас украли оправдательный приговор. Я, в принципе, могу прогнозировать решение. Конечно, надежды есть, но очень маленькие, что мы оправдаем Вячеслава Дмитриевича. Поскольку наш суд страдает обвиненным уклоном. Московского адвоката пугает статистика. Владимир Жеребенков заявил, что у райсудов 0,2% оправдательных решений. У суда присяжных порядка 30. Более того, Жеребенков настаивают, что райсуды лишь исполнители воли силовиков. Но человеческий фактор на самом деле никто не отменял. За полтора года гневные крики о барине Самодури сменились жалостливыми воспоминаниями. В комментариях на интернет-сайтах все чаще появляются фразы типа «Цитируй Дудка, хоть и сволочь, но он сволочь тульская». Такой земляческий способ пунктуации во фразе «казнить нельзя помиловать». Отпустил бы человек, пускай живет человек. Зачем быть кровожадным? Ну что, ну же ли он там что-то наворовал? Если наворовал, то где высшестоящие органы, куда смотрели? Кто-то же дал ее. Надо этим людям наказание давать, а не самому ему. Вроде нормальный мужик был. Ну не всегда же голова виновата. Есть подчиненные, которые непосредственно ему подчиняются. Он же не может знать обо всех подчиненных, что они там делают на стороне. Что касается Виктора Волкова, который настаивает на том, что 40 миллионов брал с корпорации «Грин» не для себя, а для Дудки, его адвокат к отказу в суде присяжных отнесся более спокойно. Волков ранее заявлял в открытом письме. Он настаивал на суде присяжных, но ему без разницы, в каком суде будет рассматриваться. Судью единолично в районном суде по подсудности, по территориальности. Без разницы. То есть у нас правовая система одинаковая. Суд присяжный Волкову был необходим для того, чтобы данное дело получило хоть какую-то огласку. Как и положено адвокатам, и жеребенков, и панкратов настаивают на невиновности своих подзащитных. Жеребенков за то, что дело Дудки политически ангажировано. Мол, поэтому после его добровольной отставки начались обыски у замов, а там и деньги, и компромат. Тогда на людей оказывалось психологическое давление, и Дудку начали оговаривать. Я прекрасно понимаю Вячеслава Дмитриевича. Я вижу, что пытаются им правдами или неправдами его осудить. Незаконно. Я, конечно, понимаю, что создается такая классовая ненависть. Вот он губернатор, чиновник, значит, а то от его. А вот защитник Волкова столь долгое отсутствие в материалах дела фамилии Дудки объясняет иначе. Такие вещи делались в ходе расследования уголовного дела. Просто чудеса творились. Это огромные силы. Административный ресурс был задействован, поверьте мне. Я сейчас не могу пояснить, когда начнется судебное разбирательство. Вы сами будете удивлены. Когда начнется заседание к истории о 40 миллионах, судя по всему, добавится история о тулупе и валенках. Причем каждая сторона намерена использовать ее для защиты. Волкова в январе он привозил тулупы и валенки, Вячеслава Дмитриевича оставил их в машине. А кто мешал ему оставить деньги? Присяжные это прекрасно мы поняли. И для суда присяжных это было бы, конечно, ну, как вам сказать, фишка. Это эталон жадности Вячеслава Дмитриевича. О подробностях молчат. Это связано со свидетельскими показаниями. Но заинтриговали. Дождемся суда. Кстати, заявление Жеребенкова относительно того, что он прекрасно понимает положение подзащитного Дудки, не безосновательный адвокат, экс-губернатор, знает коррупционные дела с обеих сторон решетки. Будучи следователем Следственного комитета МВД, Владимир Жеребенков обвинялся в коррупционном преступлении и злоупотреблении служебными полномочиями. Это было одно из самых громких дел в 90-х. Дело связано со взятками от Солнцевской группировки для представителей славых структур. Платили за развал уголовных дел. Гособвинение просило для следователя Жеребенкова 8 лет. В телефонном разговоре Владимир Жеребенков сказал нам, что это был заказ, и тогда его оправдали. В любом случае, коррупция – вечная тема для творчества. В интернете, к примеру, появилось музыкальное пособие коррупционера. И я расскажу вам, ребята, что такое откат. Это источник жизни всех нормальных ребят. Допустим, я мэр Мухозранска, и я имею подряд на строительство новой трассы. Мухозранск-Жапоград. И у меня есть племянник, так-то он идиот. Но для этой конкретной цели отлично он подойдет. Из песни слов не выкинешь, но бывают случаи, когда очень хочется. Дорожная тема в кадрах этой недели. Герман Сиренко покинул пост директора дорожного департамента, не продержавшись на посту и двух месяцев. Его увольнение удивило многих. Ведь еще возглавляя Тулу Продор, Сиренко отвечал в прошлом году за самый масштабный ремонт дорог в Тульской области. Многие подрядчики были недовольны тем, что Сиренко был против оплаты некачественных работ. Отмечу, что дорожное ведомство и так в последнее время штормит. Ушел министр Сергей Николаев, увольненный директор департамента Инна Коновалова. Специалист Сиренко, казалось бы, должен задержаться. Однако в ходе проверки исполнения контракта по реконструкции дороги Лопоткова-Ефремова были вскрыты факты оплаты невыполненных строительных работ. Самоущерба для бюджета пока не оглашается. Материалы этой проверки сейчас направлены в правоохранительные органы. Теперь следствию предстоит выяснить, есть ли в этом вина Германа Сиренко. Покинула дорожно-транспортное ведомство и Ольга Дашкова по семейным обстоятельствам. Ее сейчас интересует только детский транспорт, удобство и проходимость колясок. Кто возглавит министерство, пока вопрос. А что касается поста директора департамента, Сиренко сменил Сергей Морозов. Рады-нерады, трудно сказать. Это большая, ответственно сложная работа. Поэтому, наверное, благодарен за оказанное доверие, в первую очередь, руководству области непосредственно Владимира Сергеевича. Но, тем не менее, работа эта очень трудная и потребует максимальной отдачи сил. Дорожное строительство, жилищное, с незавидной периодичностью добавляет работа следственным органам в Тульской области. Впрочем, мошенникам здесь не повезло. Руководитель Следственного комитета с особой страстью относится именно к хозяйственным делам. Генерал-майор юстиции Татьяна Сергеева свои дедуктивные предпочтения рассказала в интервью моему коллеге Алексею Шершневу. Вопросы и ответы следователь и камеры классика жанра. Добрый день, Татьяна Андреевна. В начале с прошедшим днем рождения Вашего Следственного комитета, два года назад он был создан, что за эти два года изменилось, как самостоятельная структура, насколько эта структура себя оправдывает? Действительно, у нас такой небольшой юбилей. Нам 15 января исполнилось только два года. Но, тем не менее, мы созданы не на пустом месте. Все следователи работали в органах прокуратуры. И первоначально, в 2007 году, Следственный комитет был создан при прокуратуре Российской Федерации. 15 января 2011 года эту приставку убрали, и мы стали существовать как самостоятельный правоохранительный орган. Это период становления. Конечно, с одной стороны, прошло вроде бы немало времени, в общей сложности 5 с лишним лет, с другой стороны, два года как самостоятельный орган существует. Идет период становления, самоутверждения, наработки. Идет обычный нормальный процесс, я считаю. И мы как органы, я могу уже сказать, состоялись. Вот, если смотреть по Тульской области, Следственный комитет расследовал довольно много за эти два года громких таких дел. И, скажем, вот одно из последних, буквально, по-моему, в день рождения как раз Следственного комитета, 15 января, были задержаны застройщики, которые в Донском, предположительно, украли более 102 миллионов рублей при строительстве домов в микрорайоне Северо-Задонском. Вот, можно немножко какие-то подробности узнать по этому делу? Действительно, у нас есть производство такое уголовное дело, оно возбуждено немножко раньше, оно возбуждено в 2012 году по должностному преступлению. Проводилась работа по уголовному делу, проводились исследования, экспертизы, считали, какой же ущерб фактически причинен. И 15 числа мы задержали одного из фигурантов по этому уголовному делу, подозреваем его в мошенничестве. Расследование по делу продолжается, я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы расследование по делу закончим и направим дело в суд. Неординарные ситуации, когда должен был быть построен дом, фактически он не построен, люди не переселены в этот дом, не заселены. А по документам получилось так, что его уже сдали и деньги заплатили. Акты приемки были подписаны. Акты выполненных работ были подписаны должностными лицами администрации. Вот, насколько известно, их подписывало не первое лицо города. Вот такая система, когда как бы наказывают или под уголовные дела попадают не те люди. Это действительно система или это вот случайность? Я не думаю, что это случайность, я думаю, что все-таки это продуманная такая ситуация со стороны должностных лиц. Ну а вот так, если, как говорится, положа руку на сердце, не мешают расследовать такие дела? Там более высокопоставленные друзья какие-то звонки не раздаются в кабинете? Я хочу сказать честно, начиная с 2007 года, с момента создания Следственного комитета, ни одной команды или просьбы такого характера из вышестоящих структур не последовало. Не заведено в нашей структуре телефонное право. Это хорошо, наверное. Вот, позвольте я цитату из вашего интервью двухлетней давности. Вы тогда говорили, что Россия поспешила с введением института суда присяжных. Особенно сложно простым людям выносить вердикт по делам, связанным с получением взяток. Они давно стали нормой жизни, и присяжные в душе не могут принять до конца, что это незаконно. Ваше мнение, спустя два года изменилось? Нет, оно, в общем-то, не изменилось. Действительно, простым людям очень сложно дать оценку вот по таким специфичным преступлениям и понять, разграничить, где же взятка, где благодарность, имел право человек получить эту благодарность или взятку, или нет. Сложности есть, для этого нужно иметь юридическое образование. И тогда вот я в продолжении этого разговора хотела сказать о том, что мы же не ходим лечить зубы к слесарю или там к доктору другого направления. К лору не пойдем зубы лечить? Нет. Точно так же, как и к терапевту не придем, там, хирургическое вмешательство какое-то делать. То есть я говорю о том, что в любой отрасли должны быть профессионалы в первую очередь. В том числе и, конечно, в судебной власти. 21 ноября. Убийство Трухачева, сотрудника ЦКИБа. Как сейчас продвигается расследование? Насколько нам известно, подключались и московские специалисты, и в составе следственной группы, и ваши люди работали. Чего удалось, собственно говоря, добиться на данный момент? Ну, мы проделали очень большую работу. Действительно, подключены специалисты до настоящего времени. Они работают и по линии Следственного комитета, и по линии МВД, и по линии ФСБ. Все службы работают, но, к сожалению, до настоящего времени, пока это убийство остается не раскрытым. Но работу мы продолжаем. В последнее время появилось сообщение СМИ о том, что к расследованию подключают даже вроде как экстрасенсов. Правда это или не правда? Нет, экстрасенсов пока не подключали, но мы рассмотрим этот вопрос. А вообще такая практика существует на самом деле? Кто верит в чудеса, наверное, нужно обращаться к волшебникам. Ну, мы основываемся на фактах. Если кто-то нам подскажет, и объективно это найдет свое подтверждение, мы готовы принять любое предложение. Работы довольно много, как я понимаю, у Следственного комитета, у сотрудников, у вас в том числе. Вообще остается время на друзей, на семью, на какие-то увлечения? Ну, не знаю, в театр сходить, кино посмотреть? Мало. Мало. Ну, последний раз я была в театре в Москве, когда ездила на коллегию, воспользовавшись случаем, сходила в театр на Таганке, посмотрела спектакль. Марат и Маркиз де Сад. Ну, доставил удовольствие. До этого один раз сходили в театр, в наш драматический театр. Посмотрели премьеру. Ну, очень мало времени, конечно. А вы всегда хотели быть следователем? В общем-то, да, наверное, начиная от сознательного какого-то такого вот возраста. А потом уже... А что, собственно, в этой работе привлекает? Я понимаю, допустим, водителем быть, да, это определенный адреналин, умения, навыки такие, которые имеют абсолютно практическое применение, можно руками пощупать. У вас все-таки это теория, это законы, это какие-то решения, в том числе, наверное, и судеб человеческих. Наверное, обостренное чувство справедливости. Кто-то должен ведь и такую работу выполнять, это раз. А во-вторых, ну и защищать потерпевших, раскрывать преступления, расследовать, направлять дела в суд. Это тоже интересно. Каждое уголовное дело, оно, в общем-то, своеобразное и прекрасно по-своему. Я не столько любила работать, когда работала следователь, не столько любила расследовать убийство, потому что, ну, как-то... Ну, это не мой конюк. Мне больше нравятся хозяйственные преступления и коррупционные преступления. Потому что каждое уголовное дело, это новый учет, это новые люди. Это не стоишь на месте, это постоянно совершенствовать, что-то вынуждено обязательно читать, изучать судебную практику. И при написании постановления о привлечении в качестве обвиняемого тоже это такая творческая работа. Ну что ж, большое вам спасибо за беседу. Я знаю, что вы еще итоги за прошлый год не подвели. Я думаю, что после подведения мы еще раз встретимся и поговорим с вами. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Ну, что касается помощи экстрасенсов, в расследованиях дел было бы странно услышать от представителя закона другой ответ, по крайней мере официальный. Но нашим журналистам известна и неофициальная версия, согласно которой следователи, которые ведут дело по убийству конструктора ЦКИП Вячеслава Трухачева, якобы обратились к якутским шаманам и те согласились помочь. Попросили предоставить фотографии Трухачева и кадры из домашнего видеоархива. В любом случае, в расследовании этого странного, весьма наглого убийства поможет любая подсказка. Но есть дела, где якутские шаманы точно не пригодятся. Хватает тульских. Шаманить с пропиской в Чернобыльской зоне начали в таких размерах, что не обращать внимания на это уже просто нельзя. Интернет пестрит объявлениями «Пропишу в Чернобыльской зоне». Нашлось место и на столбах. Краткое предложение услуги, номер телефона, потенциальные клиенты находятся. Мы позвонили по предложенному номеру. Милая девушка Ирина предложила прописать страждущих в Ефремовском районе. Цена услуги 25 тысяч рублей. Итак, бизнес на Чернобыльской прописке. Приобретают ее в основном женщины, беременные или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Выгода очевидна. В Чернобыльской зоне так называемая декретная составляет не 40% от средней зарплаты женщины, а 80%. Ранее неработающие мамы получают в Чернобыльской зоне пособия на детей по сумме в два раза больше, чем мамы из чистой зоны. Но приобретают чернобыльскую прописку чаще те, кто не хочет прощаться с высокой зарплатой, которую получали до декрета. Потому радиационно загрязненные территории, в том числе и Тульской области, стали льготной мекой, к примеру, для москвичек. Мошенниками себя в таких случаях не считают, потому как обмануть государство в России – это что-то вроде подвига. Оно ведь больше обманывает. Но это лирика. Реальность такова, что региональный фонд социального страхования не желает отдавать деньги тем, кому они по закону не положены. В региональном отделении создан очень серьезный контроль за данным направлением. Было выявлено 950 таких случаев несоответствия прописки в Чернобыльской зоне. И, например, уход за ребенком осуществляется в лечебных учреждениях именно чистой зоны Тульской области. По этим направлениям региональным отделениям были направлены запросы в муниципальное образование Тульской области о фактическом подтверждении именно проживания данных женщин. Также были сделаны запросы в лечебные учреждения Тульской области. Хотелось бы обратить внимание, что вот эта фактическая прописка именно в Чернобыльской зоне, фиктивная, она предусматривает за собой уголовную ответственность. А вот теми, кто продает прописки, займется областная прокуратура. Поручение своим сотрудникам ожидал прокурор области Олег Черныш. И здесь наверняка не обойдется без длинных цепочек купленных лиц. Ведь Ирина, которая продает прописку в Евхимовском районе, в телефонном разговоре отметила своей потенциальной клиентке, что оформление документов дело буквально одного дня. А кто хоть раз сталкивался с пропиской и выпиской, знает, такая скорость оформления без личных связей не обходится. Поэтому, какая часть от 25 тысяч рублей достается добрым Иринам, Олям, Машам, а какая идет на оплату быстрых регистрационных услуг, предстоит выяснять сотрудникам прокуратуры. А также, за какое вознаграждение сотрудники не замечают домов и квартир, где прописаны несколько десятков человек. Закон подписан, а споры продолжаются. Новое ужесточение правил продажи спиртных напитков у некоторых толиков вызывает непонимание. Ведь с 1 июня градус можно будет приобрести только с 2 часов дня до 10 вечера. Результаты зимних каникул показали, что тулики ограничиваться не любят. За 8 праздничных дней органы полиции составили 3,5 тысячи административных протоколов за распитие алкогольной продукции в общественных местах. Можете представить, за 8 дней 3,5 тысячи. А дело не в самогонщиках, дело в другом. Дело в том, что вопрос культуры питья. Тульский городской депутат Станислав Куприянов вопросами культуры тоже очень озабочен. Продемонстрировал широкие познания терминов питья некультурного. В ураган, в стельку, в кашу. С тем, что алкоголь – это вред, Куприянов полностью согласен. Ограничения поддерживает. Но с 8-часовым графиком продажи все же согласен не полностью. Предлагает сделать исключение. Оно не должно касаться продажи с двух часов тех, у кого сегодня день рождения. Юбилей, праздники, да? Потому что у нас с вами вахтовый метод. Люди работают в Москве неделю, работают неделю, приезжают сюда, им тоже надо отдохнуть. Вот только Станислав Петрович не учел, что в таком случае появится новый бизнес на фальшивых справках о вахтовом графике работы и документах, подтверждающих, что у гражданина 365 дней рождения. Впрочем, пока есть более легкий способ обойти жесткие правила продажи спиртного. Достаточно поставить в палатку микроволновку и получить документ о том, что это уже не палатка, а предприятие общественного питания. Особенно мило смотрится в витринах меню такого общественного питания. Что касается мнения туляков, то здесь явные возрастные отличия в оценке правил продажи молодежи к алкогольным ограничениям относятся позитивно, старшее поколение фатально. Кому надо, тот найдет. Это просто развязывают руки тем, кто продает всякую фигню, типа спирта вот этого разбавленного, самогонки. Вообще продавать не нужно. Правильно, конечно. А почему? Меньше пьяных будет. Я думаю, правильно, но вопрос он не решит. Героем этой недели становится главный тульский полицейский Сергей Галкин. Во-первых, мы не могли не оценить его открытость. За недолгий срок работы в Тульской области Галкин проводит уже вторую пресс-конференцию, отвечая на самые неудобные вопросы. А на этой неделе он, к тому же, заявил, что намерен бороться с блатными номерами на привилегированных автомобилях. Герой. Хотя, с другой стороны, нам будет теперь сложно отследить вип-хамов. Не герой этой недели – ректор Тулгу Михаил Грязев. Интернет заполнили комментарии по поводу второго открытия одного и того же бассейна. А также экстренные отделочные работы в связи с приездом министра образования. Сдать бассейн должны были еще в ноябре, но не успели, в отличие от педуниверситета. Хотя, возможно, подрядчик в ТГПУ просто побоялся связываться с учителями. Не сдашь вовремя – родители вызовут. Пока Тула ругала снегопад, в Адоевском лесничестве ему радовались. Жители здешнего поселка могли вдоволь натопить чистого снега. Не каждый день природа помогает пополнить запасы воды. Ведь других вариантов здесь нет. Сергей Речец добывал воду и факты. Я инвалид третьей группы. У меня заболевание крови. Я не могу тебе два ведра принести. Она мне ответила – всю зиму будьте без воды. Место для публичных встреч – магазин. Пивные бутылки, конечно, не самый лучший антураж, но других общественных зданий в поселке просто нет. Все имущество бывшего лесничества сейчас распродается конкурсным управляющим. И если бывший клуб и магазин еще кто-нибудь может купить, то ветхие коммуникации точно никому не нужны. За свет мы регулярно платим, за воду мы платим. И никому мы не относимся. Да мы за свет не должны платить, если мы никому не нужны. В августе жители поселка собрали сход и решили заменить коммуникации за свой счет. Сдали деньги. От 7 до 12 тысяч рублей с каждой семьи. Помощь в организации работ оказала местная администрация. Вот только иначе, как «Медвежьей» эту услугу назвать нельзя. На собранные деньги отремонтировали трубы, которые проложили 10 лет назад. А те, что лежат в земле с 1977 года, менять не стали. Причины рационального мышления местных чиновников населению хорошо известны. У нас ветки ремонтировать стали из-за того, что у самой же главе администрации не было воды. Она начала свою ветку, где она живет, отремонтировала. Ну, чтобы люди не говорили, нашу ветку отремонтировала. А остальное, большинство населения. Живите, как хотите. Причем граница, отделяющая нормальную жизнь от каменного века, очень четкая. Это автодорога Тула-Суворов. В домах на этой стороне улицы вода еще есть. Напор слабый, подача идет с перебоями, хотя люди рады этому. Но стоит перейти дорогу, и картина в корне меняется. К сухим кранам жители этих домов уже привыкли. Чтобы хоть как-то выжить, люди ходят на родник или топят снег. Альтернативных источников воды у них нет. Можно еще сходить за водой к соседям или поехать в близлежащую деревню, колонки. Но такая роскошь доступна лишь тем, у кого есть автомобиль. Все остальные берут воду из родника. Если мы сейчас все ведра возьмем, будем до вечера стоять. Последние только наберут. Электрическую подстанцию население ремонтирует за свой счет. Аварийные деревья тоже приходится пилить самостоятельно. У чиновников ответ на все один. Ваши проблемы, вы их решайте. С вопросом о полномочиях администрации, уж коли все делать приходится самим, мы отправились к главе муниципального образования. Увиденная картина, если честно, нас не удивила. Судя по вот этим вот письмам, сотрудники администрации муниципалитета на свои рабочие места не приходили уже очень давно. Отвечать за бездействие подчиненных пришлось главе районной администрации Вячеславу Косареву. По словам чиновников, в ближайшее время исправить положение не получится. Из 4-х миллионного бюджета муниципального образования 3,5 уходят на зарплату работников администрации. Оставшиеся 500 тысяч, раскиданные на несколько десятков деревень, сумма ничтожно малая. Что уж говорить о реализации социальных проектов. Расходы на эти работы нигде не предусмотрены. Эти расходы находятся в полномочиях поселения Северо-Ватска, которые по бюджетному обеспечению очень крайне сложные. Там нет денег. Поговорили мы с Вячеславом Косаревым и о возможности ремонта водопровода на средства народного бюджета. В этом году на реализацию данной программы каждому муниципальному образованию будет выделено порядка полутора миллионов рублей. По словам чиновника, теоретически такой вариант возможен. Но для этого нужно сначала принять коммунальные сети на баланс муниципалитета. Если бы в свое время сразу в момент начала процедуры конкурсного управления эти подающие сети были переданы в Северо-Ватское поселение, конечно, по ним прошли бы уже мероприятия. В какой-то момент чиновник сорвался на откровенное оправдание. Мол, привлечь бы мне в район инвесторов, создать 500 рабочих мест и жили бы, не тужили. К реальности государственного мужа возвращают жители. Люди хотят знать, сколько им еще сидеть без воды. Но оказалось, что Косарев в подобных вычислениях не силен. За коммунальными пророчествами отправил жителей к начальству. Ольга Ванна, скажи, ездили вы к Косареву. Что он вам сказал? Ну, нам что-то, жалуйтесь грустью. Мы ездили насчет газа, насчет электроэнергии. А губернатор уже давно говорит о необходимости налаживания тесного взаимодействия между бизнесом и властью. И вот что удивительно. Такие примеры в Адоевском районе есть. В деревне Говоренки скважины, трубы и водонапорные башни стоят на балансе муниципалитета. А ремонт стоимостью в 3,5 миллиона рублей сделал местный предприниматель. В обмен на то, что администрации не будет поднимать цену на воду. В обезвоженном поселке такую инициативу пока никто не проявил. Мы даже согласны сами все это. Ну, надо помочь. Как-то организовать. Организовать надо. Мы деньги-то отдадим, кому их отдавать-то? Надо все-таки как-то это собрать. Да, организацию надо. Пока в кабинетах решают, кому доверить судьбу местного водопровода, люди продолжают ходить с ведрами к соседям и топить снег. Весной он растает. И еще одним источником воды в поселке станет меньше. И вернемся к тульскому Геннадию. Напомним, так прозвали снежную стихию, которая так досаждала тулякам в конце недели. Снегопад стал проверкой не только эффективности коммунальных служб, но и человеческих качеств. Второе на высоте. Вот силы тульских. Тульский мужчина настолько суровый, что снегопады троллейбусы. И от вы увлеклись. А восстановка была, стой! Класс! Что касается последствий снегопада, официальная версия работали не покладая грейдеров пять колонн спецавтохозяйства. Коллапса не допустили, дороги чистили. В общем, молодцы. Ну, а неофициальная версия видна у вас из окна. Сегодня целый день идет снег. Он падает тихо, кружась. И сегодня я его снова целый день не убирал. Ты спросишь меня, мой дружок, а почему? А я отвечу. Не я его разбрасываю, не мне его убирать. На выпавший, на белый, На выпавший, на белый, На этот чистый, нелесомый снег. Посыпь рукой умелой, Полей рукой умелой, Возьми и что-то сделай, Дорожный человек. Снег кружится, летает, не тает, И поземкою кружа. Заметает зима, заметает И ленд-гровер, и ижа. На-на-на, на-на-на, на-на-на-на, В общем, откапывайтесь с удовольствием. Таким Макаром доживем и до следующей недели. Всего доброго, увидимся.